Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру искусства. Сегодня я хотел бы познакомить вас со знаменитым Микеланджело Меризи да Караваджо. Итальянский художник, реформатор европейской живописи 17 века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров Баро. Он одним из первого в применимом манеру письма Кярос Кура. Это резкое его поставление света и тени. И до сих пор не обнаружено ни одного рисунка или эскиза, что говорит о том, что художник своей сложной композиции сразу реализовывал на холсте. Я пользуюсь Википедией, интернетом, где скачал серию его картин. Некоторые картины я фотографировал сам в галиве Еуфица во Флоренции. Чтобы показать вам, да и самому вспомнить, самому посмотреть, мне это очень интересно. Итак, родился он в 1571 году, 29 сентября. Отец его архитектор ферма Меризи, а мать это вторая жена фермы Меризи, Лючия Ораторий, дочь землевладельца из города Караваджо, неподалеку от Милани. Отец служил управляющему маркиза Франческо Сфорца да Караваджо. Во время чумы умерли отец и дед, и поэтому мать с детьми переехала в Караваджо, именно в тот город, который дал имя знаменитому художнику. В Милане Микеланджело Меризи Караваджо приходит в мастерскую Петерцану, считавшегося учеником Тициана. В художественном мире Италии господствовал манеризм. Первая работа художника, которую он написал в Милане, это жанровые сцены и портреты. К сожалению, до наших дней они не дошли. Очень вспыльчив был человек Меризи. Различные скандалы, драки, тюремные заключения, и, в общем, они будут сопровождать его всю жизнь. Осенью 1591 года Меризи вынужден был бежать из Милана после ссоры за карточной игрой, завершившейся убийством. Сначала рванул в Венецию, после этого направляется в Рим. В Риме Меризи заметил Пандольфа Пуччи, пригласил его в свой дом, обеспечил существование, поручив выполнять копии с церковных картин. А вот Баромео, познакомившись с Караваджо в поровой римской жизни, описал его как человека неотесанного, с грубыми манерами, вечно облаченного в рубище и обитающего, где придется. Федерико Баромео – это итальянский священник, кардинал, архиепископ Милана, покровитель искусств и наук. Он признавал, что в картинах художника ему абсолютно не все нравилось. Через некоторое время среди итальянских художников Меризи получает прозвище, связанное с местом рождения. Так он становится Караваджо. Поступает в мастерскую Чезаре Диарпино. Это итальянский живописец-маниерист, который поручает Караваджо писать на фресках цветы и листья. В общем, подмастерим. Там он знакомится с меценатами и художниками, в частности, Яном Брелин-старшим. Это известный южно-нидерландский пламандский художник, сын Питера Брегеля-старшего, брат Питера Брегеля-младшего. Так написано в макебеде. Ранние работы Караваджо написаны под влиянием Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Беллини, Монтэни, знаменитых художников итальянских. В мастерской Арпина Караваджо знакомится с Марио Минитти, с юношей, который стал его учеником и моделью ряда картин, первый из которых является юноша с корзиной фру. После очередной драки Караваджо попадает в тюрьму Торди Нона, где происходит его встреча с Жордана Бруно, гелиоцентрист, выдвинувший ряд революционных космологических теорий о бесконечности вселенной, о звездах, как о далеких солнцах, об отсутствии небесных сфер, который стал жертвой римской инквизиции, был сожжен на костре, как еретик и нарушитель монашеского обеда. Вот там он с ним познакомился, в этой тюрьме. Через некоторое время Караваджо уходит от Чизари де Альпина. Деваться некуда, его приглашает к себе Антведута Гараматика, итальянский художник, работавший в стиле барокко. Через некоторое время Караваджо заболевает малярией, называемой римской лихорадкой. Шесть месяцев он находится в госпитале на грани жизни и смерти, выздоравливает, очень много пишет, а в своих работах выступает как сменный новатор, который бросил вызов главным художественным направлениям той эпохи манеризму и академизму, противопоставив суровый реализм и демократизм своего искусства. Герой Караваджо – человек из толпы, жанровые персонажи, залиты ярким светом, плотно и придвинуты к зрителю, изображены с подчеркнутой монументальностью и пластической ощутимостью, так написано в Википедии. В 1594 году Караваджо начинает работать на кардинала Франческо Дель Монте, перебирается на его виллу. На вилле встречается с Галилеем, Кампанелой, Делапорто, поэтами Мариной и Мелези. Картины, созданные в это время, почти все сохранились до наших дней. Караваджо была отказана в приеме в Академию Святого Луки, несмотря на рекомендации данной известной художнике. И главным противником приема в Академии был ее президент Федерико Цукаро, итальянский художник эпохи маниризма, теоретик искусства. Он считал, что эффекты живописца Караваджо были следствием экстравагантного характера, а успех его картины обязан лишь своим тенкам новизны, которую высоко ценили богатые покровители. От кардинала де Монти поступает заказ на роспись потолка его резиденции. Так появилась единственная фреска Караваджо «Юпитер, Нептун и Плутон». На славу Караваджо принесли картины на библейский сюжет. Мастерски воссозданная свято-воздушная среда создает атмосферу политичности покоя. Им написаны знаменитые картины «Экстаз святого Франциска», «Жертвоприношение Исака», «Кающаяся Марины Магдалина святая», «Екатерина Александрийская», ну и так далее, и так далее, и так далее. «Юдиф», обезглавливающего Алаферна. У меня вот был в Италии, как раз видел эту картину, оригинал. Да, в общем, потрясающе. Караваджо стал знаменит, покидает виллу, приютившую его Франческо де Ла Монти, перебирается в дом банкира и коллекционера Чирака Матеи, который купил и вот одну из знаменитых картин, гадалку. Марио Минитти после ссоры Караваджо, Марио Минитти – это тот натурщик, которого рисовал Караваджо, женился и уехал на Сицилию. Скоро из Караваджо был заключен контракт на украшение церкви Сан-Луиджи Дель Франчези с ценами из жизни святого Матвея. Художнику приходит слава, заказчики остались довольны, и Караваджо было поручено выполнить центральный образ для алтаря. Он написал картину «Святой Матфей и Ангел», которую не устроил заказчика, так и «Святой Матфей» был написан в образе простого крестьянина. Второй вариант «Святой Матфей и Ангел», как и две другие картины, сейчас находятся в Сан-Луиджи Дель Франчези. Через некоторое время поступает заказ на успение Богоматери для Санта-Марии де ла Скала «Интросвери». Монахи тоже не приняли картину. Художник-реалист написал картину в стиле далеком от церковных канонов. И кроме того, в качестве модели была приглашена куртизанка Лен. Покупательной картины долго не находилось, а Рубинс посоветовал же купить ее герцогу Винченцо Первого Гонзага, что тот и сделал. Через некоторое время Караваджо снял собственную мастерскую, появились и ученики Портоломео Манфреди, Мариуди Фьори, Спада. В это время создает много картин Караваджо на религиозные темы. Иоанн Креститель, Ужин и Мауси, Навирия, Апостола Фомы, Жертвоприношение Исаака, Христос на Масличной горе, ну и так далее. Много картин создает. Для церкви Кьезу Нового Караваджо создал шедевр «Положение вагру» 1603 год, который будут копировать многие художники, начиная от Рубенса до Сезана. Некоторые последовали, говорят, что в образе фарисея Никодима изображен Микеланджело. Картина была отвернута церковниками. В 1605 году Павел V заказал художнику образ Девы Марии для собора Святого Петра. Караваджо опять пригласил позировать куртизанку Ильин. Мадонна со змеей провисела в соборе только два дня. Надо сказать, что Джустиньяни, коллекционер, покупает многие картины Караваджо, и в результате в 1630 году его коллекция содержала 15 произведений Караваджо. Именно те картины, которые были отвергнуты заказчикам. Ну, надо сказать еще, что, конечно, создание шедевров Караваджо сопровождались разгульной жизнью. В стычке, драке, штрафы и заключения обвинялся в том, что ранил шпагой человеком, который плохо отозвался его картинок. Написал оскорбительные стихи от живописца. Избил нотариуса. В потасовках участвовал в таверне. Каждый раз из тюрьмы его спасали кардиналы и джустиньяне. Как я уже сказал, это римский аристократ, банкир Ватикана и коллекционер живописи антиков. Кстати, который известен в первую очередь как патрон Караваджо и Пуссена. Помогал очень много Караваджо в вызволении из тюрьмы. В 1606 году он был обвинен в убийстве на площадке в игре «Мять». Павел V объявил художника вне закона. Его теперь мог убить любой человек и даже получить за это вознаграждение. Несколько месяцев Караваджо скрывался и приезжает в Неаполь. Но даже там пишет картины в такой обстановке. По заказу церкви Пио Монте «Дело мизери Кордия» он написал с огромной живописной энергией картину «Семь дел милосердия», которая до сих пор находится в этой церкви. Уезжает в столицу Мальты, лавалет. В некоторое время по заказу приора мальтийского ордера в Неаполе пишет картину «Святой Иронии». Караваджо пишет портреты Алофа де Винье Кура, магистр ордена мальтийского. Позже эти портреты высоко оценил Дело Круа, французский живописец, график, предводитель романтического направления европейской живописи. В 1608 году Караваджо становится кавалером мальтийского ордена без права ношения мальтийского креста, но так как он не был дворянином. Опять попадает в мальтийскую тюрьму. Был посажен в каменный мешок, каким-то образом сумел бежать. Прибыл на Сицилию, в город Сиракузы, где содействие ему оказал Мария Уминьнити, его натурщик и ученик. Вскоре возвращается в Неаполь, где на него было совершено покушение. Кардинал Гонзага начал вести с папой Павлом V переговоры о помиловании Караваджо. Узнав об этом, художник решил перебраться поближе к Риму, нанял филюгу, отплыл из Неаполя, а вот здесь дальнейшие события покрыты тайной. Караваджо был задержан в крепости Пала. Филюгу уплыло, и он отправился пешком в порт Эйколе, где и умер. А 31 июля в Риме был обнародован папский указ о помиловании Караваджо и опубликовано сообщение о его смерти. А вообще говорят, что он умер от сифилиса, но исследования ученых, которые проделывали углеродный анализ скелета, говорят, что причиной смерти художника был стафилококк. Это исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet. Ну и в заключение надо сказать, что искусство Караваджо оказывало, конечно, огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров 17 века. Глазка, Сея, Бранта, Рубнеса, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, пожалуй, и все, что написано в Википедии о Караваджо. В итальянском художнике, основателем реализма в живописи, крупнейшим мастером барокко. Посмотрите, пожалуйста, картины. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Вместе с вами узнал много интересного о Караваджо. Посмотрел его картины. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok